Я хочу купить книгу С какими предлогами, с какими глаголами, чтобы вы использовали эти выражения правильно Итак, I want to buy a book Я хочу купить себе книгу После глагола want, если мы используем последующий глагол, их нужно разделять частицей to So, I want to buy a book Я хочу купить книгу Глогол want можно употреблять также с обычными существителями, предположим I want an apple Я хочу яблоко Здесь не нужно никаких частиц to, потому что последующее слово существительное Но их разделяет артикль, который относится непосредственно к существительству So, I want an apple Я хочу одно яблоко Следующее выражение, которое мы осмотрим, это выражение would like Которое дословно переводится хотел бы I would like to have a burger Я бы хотел съесть бургер I would like to have a burger После выражения would like мы также используем частицу to Перед последующим глаголом В данном случае это глагол have Который употребляется с различными напитками или едой То есть, конструкцию I would like to have Можно использовать, предположим, при заказе пищи или, опять же, напитков в ресторане I would like to have a burger I would like to have a cup of coffee И так далее, да Или можно проще говорить I'd like Would очень часто в речи сокращается, да Апостров д So, I'd like a burger I'd like a cup of coffee И тому подобное Следующее выражение довольно интересное Выражение feel like Feel like, по сути, это быть в настроении, желать чего-то Но обратите внимание, что после выражения feel like Лучше употреблять последующий глагол с инговым окончанием Предположим, he feels like dancing Это означает, что он в настроении потанцевать Он не прочь потанцевать So, he feels like dancing Эквивалент, очень похожий по значению, близко с этим выражением In the mood for Предположим, she is in the mood for dancing Означает, она дословно в настроении потанцевать Потому что слово mood переводится как настроение So, she is in the mood for dancing Она в настроении танцев Возможно, все получится I'm dying for a cup of tea Следующее выражение Die for Die for Дословно, умираю за И умираю о Когда оно используется Если мы чего-то очень давно хотим Или хотим довольное количество времени Чтобы ощутить в себе это желание Можно употребить конструкцию die for I'm dying for a cup of tea Значает, что я умираю, как хочу чашечку чая Очень сильно хочу Или I'm dying for an early night Да, я очень хочу сегодня лечь пораньше I'm dying for an early night Я много работаю, я очень устал I'm dying for an early night Следующее выражение Look forward to Это выражение может немного смустить вас Потому что на конце идет частица to Но после нее идет глагол с синглом окончанием Выражение look forward to Означает ждать чего-то с нетерпением Посмотрим здесь They are looking forward to seeing you Они ждут с нетерпением встречи с тобой They are looking forward to seeing you Можно такое еще привести в пример I'm looking forward to my vacations Я жду с нетерпением своих каникул или отпуск Look forward дословно перевести Смотреть в направлении То есть я смотрю в направлении То есть предвкушаю это событие И хочу, чтобы оно быстрее настало Следующая конструкция с глаголом wish Глагол wish переводится как желать Но употребление данной конструкции очень интересно Посмотрим I wish I had То есть после нее В последующем предложении Нужно использовать past simple То есть конструкцию прошедшего времени I wish I had a fast car И переводится оно в данном случае Как бы мне хотелось, чтобы у меня была быстрая машина Мы используем конструкцию I wish Когда подчеркиваем, что в данный момент это нереально То есть я в данный момент не могу позволить себе Быструю машину, но мне очень этого хочется Я говорю I wish Ах, как жаль, что у меня нет быстрой машины Даже можно перевести данное предложение I wish I had a fast car Следующее выражение мне тоже очень нравится Но переводится как hit the spot Если перевести опять же дословно Ударить по точке Очень часто это выражение используют с would So a pizza would hit the spot Пицца ударила бы по точке Но я бы на русский язык перевел как взорвала бы сейчас Вот так мы договорим Эх, пицца сейчас бы просто взорвала То есть она бы всем доставила массу положительных эмоций A pizza would hit the spot Данную конструкцию также можно использовать С выражением be going to Я умышленно здесь написал is gonna Потому что выражение hit the spot является разговорным И как правило оно is gonna будет Не is going to, а вот именно просто как is gonna So a good rest by the sea is gonna hit the spot То есть отличный отдых у моря Он бы тоже бы взорвал Принес бы кучу положительных эмоций A good rest by the sea is gonna hit the spot И последнее, мое любимое выражение A kingdom for A kingdom for Kingdom у нас это королевство Королевство за Это пошло от Шекспира Поэтому если вы хотите звучать как-то пафосно Возможно или драматически Вы можете использовать это выражение Kingdom for Предположим, приходите в бар и говорите A kingdom for a cup of tea Или лучше A kingdom for a beer На вас смотрит глазами бармен Вы добили своего эффекта То есть вы говорите Отдам все за бокал пива Или королевство за пиво Но у королевства сейчас уже нет никого Поэтому мы отдадим все за бокальчик пива Или за кружечку чая или кофе Это все, что я хотел вам рассказать на эту тему Говорите want различными способами изучать английский язык Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...